Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности, о главах на хвостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Глохнем на старте, почему судебное заседание по делу беглого президента проходит в режиме паузы, с чем связана Волокита. Полиграф вам в помощь? Судебная тяжба депутата Пашинского превращается в фантастический детектив? Пойман, но не вор? Что будет с обвинениями попавшегося на взятки замминистра здравоохранения? Молилась ли ты на ночь Дездемона? СБУ обыскивает офис Яндекса по подозрению в госизмене. Ложитесь, суд идет. Целый день в Абалонском суде столицы продолжаются слушания по делу о госизмене Виктора Януковича. Целый день пресса томится в ожидании обвинительного акта, который позволит начать рассмотрение дела по сути. Но судьям все время что-то мешает. За процессом следит наш корреспондент Александр Васильченко. Он сейчас с нами на прямой связи. Узнаем от него все подробности. Саша, здравствуй. Объясни, с чем связаны эти проволочки? Добрый вечер, Наталья. В деле о госизмене Януковича больше вопросов, чем ответов. Так считают адвокаты беглого президента. И поэтому перед началом заседания сообщили, подготовили к суду 230 ходатайств. Одно из требований защиты обязательной участии в присутствии на заседании генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Якобы по словам адвокатов, это необходимо для принципа состязательности. Председательствующий судья сообщил, соответствующий запрос был направлен к ГПУ, однако генпрокурор на слушание так и не явился. Это право, которое я оголосил, реализацию которого считал за потребность Юрия Луценко. Я считаю, что по такой край важливой для общества справе, он также должен быть лично присутствовать и представлять интересы обвинувачивания. Кроме того, адвокаты настаивают, что Янукович не получал повестку в суд, поэтому в очередной раз требовали от суда сделать в заседании перерыв. Также защита в очередной раз требовала от прокуроров, чтобы они обратились в российский Минюст международной правовой помощи, чтобы Янукович участвовал в слушаниях по видеосвязи. В свою очередь прокурора обвиняют адвокатов-беглеца в затягивании судебного процесса. Также адвокаты попросили суд вернуть обвинительный акт о государственной измене Януковича на доработку и потребовали убрать и сделать часть материалов. Сторона захиста вважает про отсутствие поставки значения до розгляда обвинувального акта и справа, зазначенной в суде, и хочет оголосить клопотание про повернение обвинувального акта. И буквально несколько минут назад стало известно, что Болонский районный суд Киева все-таки объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о госизмене Януковича на 16 июня. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко с подробностями о сегодняшнем заседании суда по делу о госизмене беглого президента Януковича. Расследовать дела по Майдану тоже не спешат. Главный военный прокурор Анатолий Матиус в проволочках обвиняет главу департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. На своей странице в фейсбуке он разместил пост под названием «Что нюхает господин Горбатюк». Не уточняя, впрочем, что он под этим подразумевает, Матиус утверждает, что вся деятельность Горбатюка – это трехлетний пиар на крови и постоянный слив материалов уголовных дел. По мнению Матиуса, именно Горбатюк завалил работу, потому что работать он, опять же, по его мнению, не способен. Сам Горбатюк такие обвинения в свой адрес пока не комментировал. Ну и пока буксуют расследования по Майдану, старые беркутовские кадры возвращаются на службу, причем на высокие посты и с легкой руки нынешних чиновников. В Днепре разгорается новый скандал. Муниципальную полицию возглавит Андрей Ткаченко. Это бывший командир городского беркута. Почему он прошел переаттестацию и кто помог ему получить должность, путь к которой, казалось бы, для него заказан, узнаем от Елены Миндалек. Решение назначить Андрея Ткаченко, бывшего командира городского беркута, начальника муниципальной полиции, на выходных принял мэр. Это вызвало бурю возмущения как среди горожан, так и бойцов АТО. Он был командиром Днепровского беркута во времена Майдана, там, 13-14 года. Это такой вот плевок всем тем людям, которые были на Майдане, которые отстаивали его идеалы, я не знаю, там, на могилы тех, кто там погиб, на тех, кто ранен был. Несмотря на критику, городоначальник менять свое решение не собирается во всяком случае, так он сегодня заявил на пресс-конференции. Дескать, лично проверил биографию Ткаченко. В уголовных делах он не замешан, успешно прошел переаттестацию, знает свое дело и поможет навести порядок в городе, уверен Филатов. Большая была заслуга, в том числе его и его подчиненных, о том, что летом 2014 года у нас в городе ничего не взорвалось и не произошло никаких столкновений. Я считаю, что в структуре городской власти должны работать в первую очередь профессионалы. На руководящих должностях в полку особого назначения Беркут Андрей Ткаченко был с 2010-го. В 2013-м полковника вместе с подчиненными откомандировали в Киев. Известно также, что он принимал участие в жестоком избеении участников Евромайдана в ночь на 30 ноября. Правда, после тех событий от Ткаченко никто больше не слышал. Из старых почти никого невозможно переучить. Уже сложилось у них восприятие, что для того, чтобы добиться цели, просто надо человеку физически пояснить, что он не прав. Сегодня энное количество сотрудников муниципальной полиции, то есть муниципальной гвардии, куда он идет руководителем банально, раздумывают о том, чтобы уволиться. Пока официально Андрей Ткаченко в должность не вступил, идет процедура оформления, но уже в среду его представят коллективу муниципальной полиции. Елена Медлюк, Евгений Констанцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Не отстает от днепровского коллеги и мэр городка Сколи. Вместе с нардепом-свободовцем сегодня он взял на пороки четверых обвиняемых в Мукачевской перестрелке бойцов правого сектора. Почему после двухлетнего процесса прокуроры решили снять с них обвинение и выпустили на волю? Узнаем от Марина Коваль. Возле Мукачевского суда акция правого сектора. Активисты с флагами, плакатами и лозунгами требуют освободить арестованных бойцов и называют их политическими заключенными. Слик за словом! Брат за брата! Подсудимых четверо. Их задержали после перестрелки в Мукачеве. В июле 2015 года бойцы правого сектора приехали на встречу с нардепом Михаилом Ланё. Началась перестрелка. Погиб охранник спортклуба, возле которого всё и происходило. Дальше погоня и опять перестрелка уже с силовиками. Убит боец правого сектора. Причиной вооружённых разборок депутаты Верховной Рады назвали борьбу за контроль над контрабандными потоками. Во время сегодняшнего заседания адвокаты просят отпустить подзащитных на поруки. За них ручаются нардеп Михаил Головко и мэр Сколы Владимир Москаль. Раньше мы не могли выбирать альтернативный захід, был терроризм. Сняли терроризм, появилась подстава. Законная подстава сейчас есть то, что по-перше, в процессе не найдено никакого доказа виноватности хлопцев. Недолго посовещавшись, судьи решают освободить подсудимых из подстражи прямо в зале заседания. Поручители обещают, бойцы не сбегут и дождутся приговора. У нас в Украине, правда, есть законы судочинства. Ничего не понимали, до сегодняшнего часа даже не понимали, что нам еще залишили эти статьи, которые нам инкриминуют. На данный час, так, им вручен новый обвинувальный акт. В прошлом судовом заседании был, который на данный час рассматривается. В межах этого обвинувачения мы будем просить призначити покарание. Пока в Мукачеве заседал суд, в Киеве активисты правого сектора пикетировали генпрокуратуру. Требовали не только освободить из-под стражи подбратимов, но и снять с них все обвинения. Да, они порушили закон, что открыли с боевой оружием огонь. Но они пресекали бандитизм. То, что должна делать прокуратура, то, что должна делать милиция. В генпрокуратуре активистов приняли и заявили, дело не закроют. В них предпочено 4 злочины, 3 тяжких и 1 особо тяжкий. Это, в частности, статья 194, пошкоджение или уничтожение майна. 121, причинение тяжких телесных ушкоджений или таких, что потягли смерть. Это 258, створение и участь в банде. И 345, это погроза или западение шкоды здоровью работников правоохранительных органов. Очередное заседание назначили на 8 июня. Тогда, по просьбе прокуратуры, суд должен будет изучить видео перестрелки. Потом дебаты и, наконец, приговор. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. И еще об одном расследовании, которое, как оказалось, остро нуждается в детекторе лжи. Генпрокуратура предложила Вячеславу Химикусу пройти проверку на полиграфе. Причем проводить эту экспертизу назначили человека, который в СБУ больше не работает. Об этом сегодня написала на своей странице в Фейсбуке адвокат потерпевшего Марина Паринова. И в подтверждение она прикрепила фото из реестров судебных экспертов. По словам Париновой, пройти проверку на детекторе лжи Химикус готов, но исключительно в независимой организации и, конечно же, вместе с самим Пашинским. Есть определенный перечень, который утвержден, перечень судебных экспертиз. Такого вида экспертизы не существует. Во-вторых, следователь привлекает лицо, которое не числится в реестре судебных экспертов и, соответственно, не будет внести ответственности за те выводы, которые он даст. Наша позиция заключается в том, что мы готовы пройти такую проверку, но исключительно вместе с Сергеем Пашинским и у эксперта, который является аттестованным. Напомню, 31 декабря 2016 года нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. В феврале суд признал Химикуса потерпевшим. О таком же статусе просил и Пашинский. Сейчас он проходит по делу как свидетель, хотя уже точно нуждается в проверке на детекторе лжи, поскольку за время следствия он неоднократно менял свои показания. То рассказывал, что в целях самообороны он стрелял в безоружного Химикуса лёжа, то неожиданно вспомнил, что совершил этот выстрел стоя. Но вот Пашинскому полиграф не назначили. Возобновить расследование по делу другого парламентария радикала Игоря Масичука требует нардеп Сергей Каплин. Добиваться этого он намерен в ГПУ и европейских структурах. Почему следствие было прикрыто, Каплин объясняет следующим образом. Добавил Дмитрий Каплин, депутатов Европарламенту с пропозициями и требованиями начать снова проведение в справе Масичука. И еще одно громкое дело лопнуло, как мыльный пузырь. Заместитель министра здравоохранения Роман Василишин, которого с поличным задержали на взятке сотрудники СБУ, свободен. Общественности Василишин запомнился тем, что во время Майдана он сдавал раненых активистов Беркуту. А 7 июля 2016 года правоохранители задержали его и его подельника Юрия Серняка. У них изъяли 50 тысяч долларов и 320 тысяч гривен. Но сегодня, как написала на странице в фейсбук представитель Центра противодействия коррупции Александра Устинова, Печерский суд вернул в прокуратуру обвинительный акт с формулировкой «нарушение подследственности». Мол, прокуратура и СБУ не имели права задерживать Василишина и должны были передать дело в НАБУ. Но правоохранители так спешили бы пиариться на задержание, что нарушили процедуру. СБУ сегодня обыскивало украинские офисы Яндекса в Киеве и Одессе. Правоохранители установили, что компания незаконно собирала и передавала в Россию персональные данные украинских граждан. А именно, сведения о месте работы, источниках и размерах доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в соцсетях. В СБУ также сообщили, что среди украинских граждан, на которых собиралась информация, есть сотрудники силовых ведомств и участники АТО. Вся эта информация накопичивалась, собиралась и передавалась с подслужбами Российской Федерации с методом планирования организаций и действия разведывательных, информационных и диверсийных операций на территории нашей страны. На данный час продолжают невыскладные следственные действия в рамках криминального проведения, открытого за статтею 111 Криминального кодекса Украины, государственная зрада. В зоне АТО сегодня 7 украинских военных получили ранения. За минувшие сутки 7 украинских военных получили ранения. Боевики 50 раз обстреливали наши позиции. Самая напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Там под Красногоровкой и Авдеевкой противник применяет гаубицы. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Обезлютившие пески. Слева Авдеевка, прямо позиции боевиков. Их флаги видны даже без оптики. За последние несколько суток здесь стало меньше, как минимум, на три дома. Вражеская артиллерия превратила их в груду развалин. Противник постоянно накрывает поселок тяжелыми калибрами. В последние дни была такая трошки напружена ситуация, потому что наши противники атаковали нас с тяжелого оружия. Были обстрелы, то в них работали минометы, артиллерия по нашей территории. Снайпер. В последние дни так же, но очень непогано простреливали нас. Поэтому они нам расслабляться не дают тут. Это в основном по ночам. Днем спокойнее, но совсем стрелять боевики не перестают. Это что было? Минвальд. Это выход был, да? Нет, это уже пролет. Пока мы работаем на этих позициях, периодически раз в 5-10 минут слышим взрывы. Это прилетают одиночные мины со стороны противника. Пока переходим с позиции на позицию, слышим еще пару разрывов. Военные говорят, так противник пытается спровоцировать их, открыть огонь и тем самым засветить огневые точки. Это обстрелы. По нас идут. Здаётся, где-то 82-го мина. Это они провокируют нас на обстрелы, чтобы мы давали ответственность. В основном обстрелы с миномета были. Вот это что? Это подрывают. Бывает, когда АГСом накрывали так же. Было несколько дней назад. Бывает, когда подходят посадки. Видно, они подходят звезды. Ну, близко не подходят. Там метрів 200-300. А ещё рассказывают наши военные. Отсюда хорошо слышно, как боевики обстреливают украинские позиции под Авдеевкой. Сегодня ночью их опять накрывали огнём совсем не минских калибров. Уже которые сутки подряд здесь продолжается эскалация боевых действий. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Из-за обострения ситуации на востоке Украины уже завтра в Берлине состоится встреча в нормандском формате. Об этом сообщил спикер немецкого МИДа Мартин Шеффер. За стол переговоров сядут представители Украины, России, Германии и Франции, а также сотрудники ОБСЕ. Канцлер Германии обратилась сегодня с призывом к европейцам. Ангела Меркель считает, что они должны рассчитывать только на собственные силы и не полагаться на партнёров, имея в виду Соединённые Штаты. Такое заявление она сделала после серии переговоров с Дональдом Трампом. Значит ли это, что в отношениях Европы и США наступила новая эра? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Ангела Меркель обычно очень сдержана в своих заявлениях. Канцлер известна тем, что всегда старается сгладить углы и взвесить каждое слово. Даже после громких разоблачений Эдварда Сноудена, канцлер взяла себя в руки и спокойно пожурила американцев, дескать, за друзьями не шпионят. Но после встреч с Трампом на саммитах НАТО и Большой Семёрки нервы сдали даже у Железной Фрау. О новой концепции отношений между Европой и США Меркель сообщила не в ведомстве канцлера или в Бундестаге, а во время выступления в обычном пивном шатре Мюнхена, где проводила плановое предвыборное мероприятие. Она рассказала о трудных переговорах с Трампом и вдруг заявила, в трансатлантических отношениях наступили новые времена. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняет дружеские отношения с Соединёнными Штатами, Великобританией, сохраняет добрососедские отношения, когда получается это делать с Россией и другими странами. Однако мы должны понимать, что следует самим бороться за своё будущее. Это заявление по косточкам разобрали все авторитетные американские и европейские СМИ. И большинство из них едины. Старая Европа не смогла найти подход к Америке Трампа. Прогноз такого отношения между Евросоюзом и США явно охладеют. Будут разногласия и в рамках НАТО, а в самой Европе укрепится лидерский тандем Германии и Франции. Если в Америке считают, что Ангела Меркель была предельно риска, то в самой Германии нашлись политики, которые раскритиковали её за мягкость. Например, главный соперник канцлера на будущих парламентских выборах Мартин Шульц. Он заявил, что европейцы должны дать отпор Трампу и не позволять американскому президенту себя унижать. Правда, как именно это сделать, Шульц не уточнил. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. О перезагрузке внешней политики говорят и в Вашингтоне. Администрация Трампа планирует перезапустить переговоры по регулированию ситуации на востоке Украины. Чего именно хотят в Белом доме и кто станет новой Нуланд? Дмитрий Анопченко об этом подробнее из американской столицы. У госсекретаря Тиллерсона новый план, выяснила всезнающая Вашингтон-Пост. Мол, в Госдепе считают, что Донбасс может стать важной темой для перезагрузки внешней политики Вашингтона. И что мирные переговоры можно перезапустить, как пишет газета, благодаря новым обстоятельствам и новым лицам. Якобы выбран и ответственный за Украину. Дело в том, что при Обаме ситуацию в нашей стране курировал лично вице-президент Джо Байден. Вот в этом здании посредником между Вашингтоном, Киевом и Москвой была знаменитая Виктория Нуланд. Но теперь в Госдепе решили изменить формат. Будет назначен специальный посланник Госдепартамента. И вопрос только в том, будет это просто функционер, кадровый дипломат или знаковая фигура. Да. Неофициально в Госдепе говорят, что еще нет шорт-листа возможных кандидатов. Просто ведется обсуждение. И что до сих пор не отказались от идеи выбрать для такой роли Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря и лауреата Нобелевской премии мира, он зачастил сейчас в это здание. Но утвердят ли его пока большой вопрос. Стратегию в отношении Украины определяет ведь не только Рекс Тилерсон, но и офис вице-президента, а спецпосланника точно выберет лично Дональд Трамп. Подвечки во внешней политике Трампу нужны и срочно. Ведь это позволит переместить фокус внимания американцев с внутренних проблем, которые нарастают как снежный ком. Конгресс требует объяснений о дяте Трампа Джареда Кушнера. После утечки в прессу сведений о его попытках установить скрытый канал связи с Москвой. Главе государства даже заявление пришлось сейчас сделать. Его опубликовала Нью-Йорк Таймс. Трамп сказал газете, что его зят делает огромную работу для Америки. Он в нем полностью уверен, и что Кушнер не только миллиарды долларов для страны экономит, но и просто очень хороший человек. Но в ближайшие дни Трамп даст своим критикам еще один повод для громких заявлений. Дело в том, что Соединенные Штаты намерены буквально сегодня-завтра выйти из парижского договора по климату. Официально о решении президента еще не объявили, но пресса пишет. Он уже сообщил о нем своим ближайшим советникам. Масштабная программа по борьбе с глобальным потеплением, которую полтора года назад почти 200 стран подписали, теперь может лишиться и поддержки США, и американских денег. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Об Украине и ситуации на Донбассе шла речь и на сегодняшней встрече в Париже президентов Франции и России. Лидеры двух стран впервые провели переговоры после небольшой паузы в дипломатических отношениях между государствами. О чем они говорили, расскажет Елена Абрамович. Владимир Путин – первый заграничный гость Эммануэля Макрона на посту главы государства. Российский президент – непростой переговорщик, и обычно новые лидеры избегают таких встреч в начале своего правления. Накануне Макрон заявил, он будет требовательным в разговоре с Путиным. Хотя и заметил, что с Россией нужно строить диалог. Это попытка перевернуть страницу, возможность заставить людей забыть недавнюю, не слишком приятную ситуацию, как когда во время французской предвыборной кампании Путин поддержал только одного кандидата. Это была Марин Ле Пен. Главные вопросы в повестке дня – Украина и Сирия. Своеобразный мандат на такую встречу Макрон получил на саммите G7 в конце прошлой недели. По Сирии нужно искать долгосрочное политическое решение, решили лидеры. Задача Франции – выстроить диалог со странами Востока, а также с Россией, объяснил Макрон. Что же касается Украины, тут Макрон и Путин должны были поговорить о дорожной карте минских соглашений. По данным СМИ, делегация с России работала над этим вопросом в Париже с конца прошлой недели. На пресс-конференции по окончанию встречи Макрон сообщил, в ближайшие дни он свяжется с немецким канцлером Ангелой Меркель, чтобы договориться о встрече в нормандском формате, а еще о переговорах с присутствием БСЕ. Мы обсудили воплощение в жизнь минских соглашений. Наше желание заключается в том, чтобы как можно скорее были проведены переговоры в нормандском формате. Я хотел бы, чтобы мы наконец-то достигли деэскалации конфликта. Действительно, мы говорили и по ключевым вопросам сегодняшнего дня, говорили и о украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы. Посетить Париж Владимир Путин собирался еще в октябре прошлого года, но тогдашний президент Франсуа Алант отказался открывать с ним русский духовный центр в Париже. В этот раз разговор президентов завершился открытием выставки в Версале в честь 300-летия визита Петра I во Францию. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро, телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части, сразу после небольшой рекламы. Фейсконтроль, чей портрет украсит тысячегривневую купюру, и что ее выпуск значит для украинской экономики. Гадание на моратории. Что Кабинет Министров предлагает для реализации земельной реформы? Чтобы про нас не зипсувал планю, прийми лопедиум и залезь из унитаза. Свербиш, лущение и неприятный запах могут быть первыми ознаками грибка шкары. Крем Экзодорил с патройной деятельностью усывает Свербиш, снимает запаление и лечит грибок. И вы быстро слышите полегчение. Экзодорил. Массивная атака на грибок. Квас Тарас Білий. Вигадуй, поеднуй, освежайся. Когда в животе порядок, ты чувствуешь баланс. Но неправильное харчувание, стресс, прием антибиотиков могут порушить баланс микрофлоры, вызвать издуття, газоотворение, диарею и баланс можно втратить. При первых симптомах возьмите Линекс Форте. В складе Линекс Форте выучен комплекс бактерий, подсилюющих действий один одного. Линекс Форте помогает защитить и восстановить баланс микрофлоры. Линекс. Баланс начинается с середины. Кто войдет в состав Верховного Суда, станет известно уже в ближайшее время. Высшая квалификационная комиссия завершила собеседование с кандидатами. Отбирали среди 400 соискателей нынешних судей, адвокатов, ученых, а судейских мест всего 48. Многие претенденты, как говорят в комиссии, сошли с дистанции еще на начальном этапе конкурса. Цифра такая, если говорить только Верховный Суд и высшие специализированные суды. Коллеги, это очень важно. 36 кандидатов остановились и не продолжают участие в конкурсе. Это только в результате написания анонимного теста и практического задания. Только там. А еще больше кольких кандидатов и далее остановились. И уже совсем скоро, скоро в обиходе появится новая купюра номиналом в 1000 гривен. Нацбанк ее уже якобы напечатал и со дня на день должен презентовать. Об этом, ссылаясь на собственные источники, в НБУ сообщил интернет-сайт ОНН. По их информации было несколько вариантов оформления банкноты с изображением писателя Пантелеймона Кулиша либо ученого Владимира Вернацкого. Какой именно вариант утвержден, пока загадка. Мы связались с приспредслужбой НБУ, но там от комментариев отказались. Сообщили только, что одни презентации предварительно сообщат. А мы поинтересовались у экспертов, как повлияет на экономику появление 1000 гривневой купюры. Выход купюры – это не сигнал, это реакция на высокую инфляцию и девальвацию. В этом году план 9%, я думаю, будет где-то 12% инфляции. Это означает, что через год нужно думать о 2000 гривен, а может о 5000 гривен. Вы знаете, какие большие зарплаты у наших чиновников, особенно правоохоронных органов, судов – 200 тысяч, 100 тысяч. И неудачно уже выдавать зарплаты такими дробными купюрами. Та политика, которая сегодня проводится, к сожалению, она способствует тенизации экономики. И эта купюра косвенным образом способствует этому. Да, она войдет в обслуживание нашего теневого оборота в большей части, потому как человеку для расчетов не нужна такая купюра. И те купюры, которые есть, великолепно выполняют свою функцию, и можно ими рассчитываться. Почти 50 миллионов гривен не выплатило государство горнякам шахты «Степная» во Львовской области. Предприятие после вынужденного простоя возобновляет свою работу, но будут ли платить шахтерам за труд, если пока не могут даже погасить долги? Отвечать на вопросы коллектива сегодня приехал министр топлива и энергетики. Галина Якушко обо всем подробнее. Село Глухов, шахта «Степная». 2 марта этого года здесь в результате взрыва метана и обрушения горной породы погибли 8 человек. Еще 14 попали в больницу. Работу шахты на время расследования причин взрыва приостановили. Горняков «Степной» распределили по другим предприятиям. Но те, хоть и работали все это время, остались без средств к существованию. Зарплату не выплачивают уже больше двух месяцев. Официальная причина – счета госпредприятия «Львов Уголь» были заблокированы из-за долгов за электроэнергию. Шахтеры даже акцию протеста устраивали, требуя выплатить деньги. Но с марта ситуация не изменилась. Пообщаться с шахтерами на «Степную» сегодня приехал министр топлива и энергетики Игорь Насалик. Когда будет выплачена поточная зарплата в 49,6 миллионов, то есть закрытый квитный месяц. Первые деньги, которые должны прийти, должны прийти на шахтер «Степную». Страсти накаляются, когда министр допускает ошибку, говоря о сроках выплат, авансов и зарплатах. Их ранее согласовались с горняками. Помните, мы все договорились, что мы оплачиваем 15 и 25... 10 и 25 числа каждого месяца. И мы выдержали эту позицию. Министр объясняет, почему сейчас не удалось выдержать позицию, то есть рассчитаться с горняками вовремя. Мол, и за повышение цены на уголь его стали меньше покупать. А потому и поступления от продаж незначительные. С первого квитня 2017 года мы подняли цену на уголь с 1730 до 2000 гривен. Конечно, мне легко было сказать, берите по 1730, и мы бы потратили значительные деньги. То я выдержу перед вами, что мы немного затримаем этот период, но мы выплатим в полной мере. Вот только когда это произойдет. Конкретных сроков Игорь Насталик не назвал, но дал горнякам еще одно обещание. Вдвое поднять зарплату. Правда, не раньше, чем через год. Когда, как ожидают в профильном министерстве, шахты начнут больше зарабатывать. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Отменить мораторий на продажу земли предлагает украинский премьер. Этот вопрос Владимир Гройсман обсуждал сегодня с нардепами на заседании Кабинета министров. По мнению главы правительства, открытие земельного рынка станет толчком для развития украинской экономики. Но после открытого голосования договорились создать рабочую группу и уже в ближайшее время представить первый этап земельной реформы. Заключительно физические лица и граждане Украины. Площадь не более 200 гектаров на человека. Питание, на котором мы всегда спекуливали все, начиная от политики. А мова идет о запроваджении модели рынка земли. Есть много думок с этого привода. Надо изменять нашу экономику, тип нашей экономики. И надо изменять, ну и быстрее, вот такие взросления. Я хочу, чтобы народился по-справжному, справжний фермерский класс. И я хочу, чтобы мы начали развивать по-серьезному сельские территории. Я хочу, чтобы на этом уровне было життя. Коммунальное ЧП в Киеве на Голосеевском проспекте прорвало магистральный водопровод диаметром 80 сантиметров. Это произошло днем. Коммунальные службы проводили гидравлические испытания. И старые трубы не выдержали давления. В воздух взлетел фонтан воды и грязи с кусками асфальта на уровень седьмого этажа. В доме по соседству выбиты окна. Пострадали несколько автомобилей. В дорожном покрытии образовалась гигантская воронка. Жильцов дома решили отселить. Эксперты сейчас оценивают степень подвреждения коммуникации. И здания в Киевэнерго пообещали компенсировать убытки от прорыва трубы. Вандализм или нет? Красные пятна на монументе Минора в Бабьем Яру, появившейся на минувшей неделе, дали повод ряду СМИ сообщить о том, что памятник осквернили. Так ли это? Выясняли наши корреспонденты. Минора, залитая кровью от такой картины, у Елены сердце сжалось. Девушка каждый день ходит на работу мимо монумента в Бабьем Яру. Первая мысль поработали вандалы. Эту версию растиражировали ряд СМИ. Но позже оказалось, красные пятна оставили здесь хасиды. Здесь 24 мая они отмечали День Иерусалима. Сначала, говорит Елена, все было красиво. Свечи, молитва. После того, как пошли, свечи, все запаленные свечи, не были сгашены. Весь визг полностью потек по дороге, по памятнику. А так как свечи были червеные, визг был червеный, то он застег червенными плямами, которые выглядят просто как какие-то кривовые плямы. Пятна на памятнике уже четвертый день, пока их никто не убирает. На первый взгляд, эти надгробные плиты у дороги могут показаться делом рук вандалов. Но в заповеднике Бабий Яр это опровергают. Эта территория, где сейчас находится главный корпус телевидения, и эта вся территория, это было еврейское кладовище, которое в 60-х годах, согласно решению местного компартии и местного виконкому, было снищено. Много памятников из этого кладовища было использовано на строительство дорог. У них перезахоронение незначной колькости отбилось и на Зверинецкое кладовище. А решта памятников скинула вот сюда, вот в это Яр. И они тут пролежали 60-х годов. Сегодня сотрудники мемориального комплекса достают из Яра остатки монументов. Процесс это не быстрый, говорит Михаил Гутер. А находки, можно сказать, раритетные. Многие каменные надгробия с эпитафиями на Еврите. На некоторых даже сохранились фотографии. Лещенер, Любовь Володимировна. Это в 1939 году было захоронено. Впрочем, раритетные находки разбросаны на территории довольно беспорядочно. Ученые уверяют, что как только все надгробия достанут из Яра, фамилии умерших опубликуют на сайте заповедника. Что касается самих, плит их планируют разместить в музее памяти, который создадут в одном из зданий на Мельниково. Елена Митясова, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Можно ли было предотвратить Манчестерский теракт? Внутренняя разведка Великобритании изучает жалобы знакомых Салмана Абеди, которые, как оказалось, давно подозревали его в экстремизме. И проводит новые аресты. Оксана Кундеренко собрала последнюю информацию. Что ни день, новые аресты. Уже 16 подозреваемых в пособничестве Манчестерскому подрывнику задержаны. Спецподразделения штурмуют новые адреса, ведь действовала разветвленная сеть экстремистов. Мы не остановимся, пока не обеспечим безопасность людей. Некоторые участники банды все еще на свободе. Бюджет операции внушительный. Да, мы дополнительно привлекли почти 2000 сотрудников внутренней разведки. Это один из районов Манчестера. Здесь обнаружили и увезли в безопасное место подозрительную машину. Рейды проходят по всей Англии. Вот южное побережье. Обычный парень вернулся домой и обнаружил, что его сосед потенциальный террорист. Это шок. Я закончил работу и зашел за вещами. Собирался идти в гости к девушке. А тут полиция на пороге. Мне, конечно, не рассказали детали операции, но то, что рядом жил такой человек, я крайне подавлен. Под колпаком друзья Салмана Абеди. Двое студентов, изучавших химическую инженерию. А это сам Абеди за несколько часов до атаки. Известно, что парень еще в школе ездил с отцом в Ливию воевать против режима Каддафи. Абеди было всего 16 лет. Как минимум трижды о нем докладывали в органы. Салман грозился умереть ради высокой цели. Да, в прошлом могли быть допущены ошибки. Мы дали возможность разведке МИ-5 рассмотреть все жалобы и узнать, что пошло не так несколько лет назад. Под пристальным вниманием полиции в Манчестере состоялся массовый забег. Тысячи людей приняли участие в благотворительном марафоне. И все прошло гладко. Мы очень долго думали проводить ли такое массовое мероприятие и все-таки решились. Хотели доказать, что нас не сломить, не изменить. Мы не намерены нарушать привычный уклад жизни. В центр города по-прежнему несут цветы и воздушные шары. Их целое море. Манчестеру еще предстоит хоронить своих горожан и возвращать к нормальной жизни раненых. В Москве бушует ураган. Жертвами стали уже по меньшей мере 11 человек. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за разгола стихии в Московской области без электроэнергии остались около 7 тысяч человек. Также информагентства сообщают о том, что в результате падения деревьев заблокированным оказался выезд из резиденции Горки-9 российского премьера. Как путешествовать и получать за это зарплату? О ком тоскует принц Вильям? И что еще предстоит узнать фанатам Гарри Поттера? Об этом не только в нашем обзоре. Проект World Life Experience ищет желающих путешествовать в течение года по всему миру за зарплату. Шести мужчинам и шести женщинам в возрасте от 20 до 35 лет предлагают объездить 40 стран Европы, Азии, Африки и других регионов. За это им обещают полный соцпакет, еду кров над головой и 2,5 тысячи евро ежемесячно в придачу. За это время путешественники смогут провести дома всего несколько недель. Заявки принимаются до 30 июня. Стартует кругосветка в сентябре из Лиссабона. Голосуй за светку кандидата, станет светка светкой депутатом. Под таким лозунгом баллотируется в депутаты латвийского города Даугапилс одна из кандидатов, фитнес-инструктор Светлана Лонская. Вместо предвыборных роликов девушка снимает музыкальные клипы с призывом поддержать ее своими голосами. Светке кандидату предстоит серьезная борьба. В Даугапилсе на каждое депутатское место претендует по 13 человек. Муниципальные выборы в Латвии состоятся 3 июня. Фанаты Гарри Поттера больше не ждут пока что-то волшебники и его мире напишет автор Патерианы Джан Роулинг. Они создают истории сами. Независимая киностудия Triangle Films выпустила первый проморолик фильма об одном из персонажей саги «Главном злодея Валдеморти». Картина расскажет, как случилось, что бывший ученик школы волшебства стал самым темным магом. Фильм снимается на пожертвования поклонников Гарри Поттера. С авторскими правами все решили. Премьера фильма состоится не на большом экране, а в ютубе осенью. Черно-белое изображение герцога и герцогини Кембриджских с малышами иллюстрирует интервью принца Уильяма. Старший внук королевы Елизаветы рассказал о том, как тоскует по матери и сожалеет, что она никогда не увидит его жену и детей. А еще о нюансах воспитания принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Уильям признался, пресса своим вниманием усложняет детство королевских детей, но родители стараются сделать их жизнь максимально стабильной. Во время финала матча Кубка Португалии мяч арбитру доставил человек на дроне. Необычное шоу зрители увидели перед началом игры. Мужчина в футуристическом костюме пролетел над полем стадиона и возле трибун аккуратно приземлился и отдал судье мяч. Публика пришла в восторг. Человек на мультикоптере походил на одного из злодеев комиксов Марвел «Зеленого гоблина», который передвигается именно таким образом. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин